здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я рада приветствовать вас на канале закорнил цветочник сегодня обзор сорта филдендрона биркин не знаю слышали вы или нет но есть такая фирма биркины делает она супер лакшери сумки и очередь стоит за полтора года хотя стоит она ну как две в принципе среднего ценового сегмента машины и тем не менее есть спрос этот филдендрон сразу вам скажу стоит не как машина даже не как пол машины даже дешевле одного колеса машины но понаблюдав за какими-то комментариями публикациями соц сетях я поняла что сейчас на этот филдендрон пошел какой-то ажиотаж спрос не знаю каким образом возникает мода на растение для меня это является загадкой но например также является загадкой что колонхоя замиакулькасы и кактусы это три самые топ позиции продаж во все времена вот 17 лет занимаюсь растениями три топовые позиции колонхоя замики и кактусы куда вы их деваете друзья я не знаю едите вы их что ли там или что вы с делаете мне прям даже интересно вообще куда уходят эти растения все они неубиваемые мне кажется все равно должен быть какой-то момент насыщения но нет ну вот собственно филдендрон биркин так как я начала возить сейчас филдендрон и смотреть в чем их разница филдендрон крайне неприхотливое растение крайне неприхотливое растение ну если постараться конечно можно убить даже слона на повал одним ударом в пятачок наверное но и я не думаю что когда вы покупаете растение что вы покупаете его для того чтобы погубить я так могу предположить что это кустовой филдендрон в каждом горшочке не один кустика несколько и вот тут вот еще от корня идут новые кустики ну то есть если любители размножать и черенковать делится он делением кустам размножается делением вот так подниму ведь вот этот маленький вот еще один кустик в принципе при пересадке можно разделить куст здесь воздушные корни у нас очень интересного такого давай покажем такого смешного внешнего вида и какого-то непонятного розово-коричневого цвета да то есть в принципе он и укореняется еще вот в этом горшке у нас вот этот побольше уже кустик мы здесь тоже где-то три-четыре кустика есть что у нас в этом сорте я вам снимала обзор филдендрона white wave когда он пришел я думала что это биркин потому что он пришел в миксах но наша прекрасная людмила определила его как сорт white wave и вот сейчас следом буквально на следующей неделе я увидела биркины в продаже решила привести заодно посмотреть к сожалению сравнить я вам не могу просто потому что их уже нет white wave я имею ввиду но кому интересно найдете ролик посмотрите у white wave большие листья расцветка чем-то схожа но я бы сказала что white wave более интересный сорт этот сорт видите с небольшими листьями у того они прям были вот такими лопухами но очень миленький чем-то листья по форме похоже на сциндапсусы полоски конечно завораживают где-то их видно более четко где-то менее четко новый листик разворачивается видите светлый салат и конечно у нас все не идеально но не идеальные мы едут растение лежа есть повреждение физически я не причесываю растение вы знаете не навожу блеск и лоск для того чтобы вы понимали что это не смертельно все мы люди не идеальные у меня тоже бывают какие-то периодические дефекты внешности ну что ж мне теперь паранжу надевать но тем не менее затем темно-розовая окоемочка листа вообще он интересный ну что могу сказать он интересный мне кажется тут слова излишне сейчас я вот его покручу вот так вот вам два алена поснимает прям такого какой он есть не идеальный несовершенный при этом абсолютно прекрасный вот честно есть люди которые боятся камеры да ну как вы поняли уже за полтора года я к этим людям не отношусь какая бы я не была с прыщами с морщинами там не выспавшиеся уставшие вы наверняка кто давно меня смотрит обратили внимание что некоторые видео вопрос-ответ но я как угэ выгляжу потому что уставшая настолько что еле-еле есть силы записывать да конечно можно поднапрячься натянуть улыбку искусственно навести макияж все все замазать подмазать сделать прическу которую 90 процентов людей сочтут приемлемой но это буду уже не я вот наверное вы за это меня и смотрите за это меня любите и пишите мне кучу комментариев почему как только речь заходит про растение начинает рассматриваться каждое вот тут пятнышко все он умрет он неминуемо умрет да не умрет он растение нас с вами переживут потому что когда еще людей не было на планете растения уже были людей не будет на планете растения будут в том или ином виде поэтому друзья проще проще относимся к жизни проще относимся к растениям то есть вот можно было отрезать но мне жалко отрезать этот листик он немножечко покоцался но мне жалко потому что в целом он хороший растение здоровая красивая без вредителей а листья дело наживное также как волосы и ногти вот зубы уже не отрастают а листья отрастают то есть если мы ему отрежем корни целиком то она конечно погибнет а если по мере роста листиков новых мы будем убирать те которые не очень его красят но он на нас не обидится и скажет но теперь я вот практически совершением так что друзья филдендрон биркин очень красивый сорт с небольшими не крупными листьями на мой взгляд это будет кустовой если я ошибаюсь поправьте меня пожалуйста я вообще всегда за обмен личным опытом за здравые дискуссии в положительном ключе и призываю вас любите друг друга любите себя в первую очередь тоже когда мы любим себя мы через эту призму любви к себе совершенно по-другому смотрим на все что нас окружает тем кто захочет узнать про уход есть фильм видео про филодендроны смотрите там не буду тратить ваше время и свое тоже спасибо что досмотрели это видео до конца и до новых встреч